Доброе утро! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Елены Бабковой. Вот о чем расскажем. Сегодня еще 11-ти классники, завтра уже выпускники омских школьников в последний день занятий. Кадры, которые могли бы стать трейлером к известному фильму, а Мич устроил гонки по ночным улицам. Разгоряченного алкоголем водителя удалось остановить полицейским. Готовы превратить реку в настоящую транспортную артерию. Вопросы развития судоходства обсудили губернатор Александр Бурков и председатель совета директоров межрегион флота. Культурный нон-стоп, а Мичи встречают золотую маску. И готовы биться из-за звания паралимпийских чемпионов. Омским слэш-хоккеистам вручили памятные награды за бронзу на всероссийском турнире. У омских выпускников сегодня последний день занятий. Уже завтра больше 9 тысяч 11-ти классников попрощаются со школой. Последние звонки прозвенят как в Омске, так и в районах области. Праздник в этом году пройдет в привычном формате, но с соблюдением определенных требований. Организуют его на свежем воздухе. Одновременно на площадке смогут находиться не больше 120 человек. Обязательно социальная дистанция. Что касается погоды, настроение школьникам она не испортит. Будет солнечно. Синоптики обещают плюс 30. Губернатор Александр Бурков и председатель совета директоров межрегион флота Евгений Крымышев обсудили развитие омского пароходства. Руководитель крупнейшей судоходной компании в стране, в которую, к слову, входит иртышское пароходство, отметил, что сейчас омское предприятие ведущая судоходная компания в обертышском бассейне. Имеет внушительный флот и собственные судостроительные и судоремонтные заводы. Губернатор отметил, что речные перевозки нужно развивать и увеличивать их объемы. Тем более, ресурсы для этого есть. В этом году омские речники планируют перевезти порядка 600 тысяч тонн грузов, а могут гораздо больше, до 1 миллиона. Если будет четкий план, как вывести пароходство на новый уровень, в этом может помочь Федерация. Мы понимаем, что объемы нужно увеличивать и реку развивать. У нас на уровне Минтранса разрабатывается, как понимаю, транспортная стратегия. И было еще поручение президента, по-моему, в ноябре рассмотреть целесообразность разработки у нас проекта развития водного транспорта. Поэтому тоже, если у вас есть какие-то видения свои, мы готовы выслушать. И в том числе тоже совместно эти вопросы лоббировать на федеральном уровне. Не менее важный вопрос судостроительный и судоремонтный заводы. Сейчас омское предприятие загружено работой, но на него у Межрегионфлота были более глобальные планы. В прошлом году стоял вопрос о модернизации, но судоремонтная сталь сильно выросла в цене, и пока проект признали невыгодным. Глава региона выразил надежду, что к этому вопросу еще вернутся. Форсаж в 3 часа ночи, а Мича, который устроил пьяные гонки по городу, на четверо суток отправили под арест. Вот кадры той самой погони. На них видно, как водитель несколько раз выезжает на встречку и на огромной скорости проезжает на красный. Его преследуют инспекторы ДПС. Задержать иномарку удалось на улице Конева. Выяснилось, что за руль мужчина сел после возлияния в одном из городских баров. Задержав лихача, полицейские составили на него 14 административных протоколов. Только по одной статье ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. Но это еще не все. Вы согласны с решением суда? Какой срок вам назначили? Четыре дня. Четыре дня чего? Двести. Иномарку, на которой парень устроил пьяные гонки, отправили на штрафстоянку. 300 миллионов рублей на развитие грант по нацпроекту «Наука» получит Томский аграрный центр. Деньги пойдут на модернизацию и инновационные разработки. В 2019-м центр прошел первый этап конкурса. В 2020-м из-за пандемии пришлось пропустить. И только сейчас его признали победителем. 300 миллионов рублей рассчитаны на три года. Они помогут модернизировать существующие и построить новые объекты инфраструктуры. Обновить лаборатории и купить оборудование. Сотрудников отправят на повышение квалификации и привлекут новых. Добавлю, что до конца этого года в России появятся 35 селекционных центров. Они будут внедрять собственные разработки в агропромышленный комплекс. Гранты выигрывают и небольшие предприятия, и даже мини-фермы. Например, семья Семенчук из Полтавского района получила 3 миллиона рублей на развитие хозяйства. И теперь сдает по 600 литров молока в день. И собирается расширяться дальше. Поддержка крестьянско-фермерским хозяйством выделяется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В прошлом году в регионе ее получили 17 фермеров. В этом году на помощь могут претендовать еще полтора десятка крепких хозяйственников. В бюджете региона для этого есть почти 65 миллионов рублей. Денис Жарков побывал в Полтавке. Супруги Семенчука села Лубянск держат скот уже больше 15 лет. Хозяйство имели крепкое. 20 дойных коров, 12 телок и 8 бычков. Год назад решили расширяться. Зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство, заявились на гранд-агростартап и победили. Получили 3 миллиона рублей, добавили еще 800 тысяч. И купили 34 нетели и двух быков. Ну, коровы как бы пойдет нормально. Пока мало дают молока, потому что брали нетелями, первотелки. Они покажут только на третий год себя, как они будут давать молоко. В день сдают по 500-600 литров. Чтобы упростить себе жизнь, супруги даже смонтировали в сарае молокопровод, ведущий напрямую в холодильник. Намного легче стало, чем таскать бетон по 20 литров. Корова подоила, все отцепила, пошел, другую перецепила и вот так. И конвейером пошло. В этом году стадо уже не сможет перезимовать в старом сарае. Не поместится. Супруги закупили еще пару десятков телок. Поэтому до осени нужно построить новый. А здесь оставят только телят и обустроят родильное отделение. Еще нужно заготовить побольше корма. В минувшую зиму еле хватило. Большой запас сделать не удалось из-за засухи. Заботы за расширение хозяйства не в проворот. Зато с финансами стало проще. Было ЛПХ личное пособное хозяйство. Как бы крепкие мы были на ногах. Но кредит нам не давали. А сейчас дают. И вот мы взяли 3 миллиона. И трактор купили. Маленько так, по мелочам. В районном управлении сельского хозяйства фермера Семенчук на особом счету. Специалисты с интересом следят за их успехами, помогают советам и считают примером для всех, кто хочет запустить собственный агростартап. Мне нравится эта семья тем, что они собственным трудом, собственными силами строят, косят, заготавливают корма и ухаживают за этим скотом, не привлекая какие-то дополнительные силы. Это самый настоящий пример семейного предприятия, семейного хозяйства. Такие хозяйства в Полтавке поддерживают. На прошлой неделе выдали 6 районных грантов по 400 тысяч рублей. Самый интересный стартап у селянки, которая держит коз. Молоко и сыр местные гурманы разбирают моментально. Всем желающим не хватает, значит, надо расширяться. Денис Жарков, Виктор Осинцев, 12 канал. Мэрия обратилась в прокуратуру из-за ситуации с канализацией в поселке Птицефабрика. Напомню о том, что почти тысяча человек сейчас живут в окружении источных вод. 12 канал рассказывал на этой неделе. Услуги по водоотведению жителям поселка не оказывают уже не первый месяц. Все колодцы в округе переполнены, нечистоты в подвалах, домах и в огородах. Анализационно-насосная станция в собственности компании Оша, которая обанкротилась почти полтора года назад. С тех пор собственникам нет дела до состояния оборудования. Доступа к нему нет и у сотрудников водоканала. Оша задолжала энергетикам больше 3,5 миллионов рублей, поэтому насосная станция отключена от электричества. И оплачивать задолженность, судя по всему, не планирует конкурсный управляющий, даже не составил график погашения долга. Сейчас мэрия и прокуратура пытаются возобновить электроснабжение. После этого необходимо будет возобновить работоспособность канализационно-насосной станции, чтобы жители поселка Птицефабрика вернулись к нормальной жизни. Когда каждый голос важен в Омске, продолжается голосование за проекты благоустройства общественных территорий. Выбор сделали уже тысячи амичей, но желающих еще больше. Например, подростки, которые по условиям процедуры голосования не могут этого сделать до 14 лет. Повезло тем, кто накануне получил официальный документ в паспорт. Так что на законных основаниях ребята выбрали понравившийся дизайн проекта. Напомню, 5 локаций и 10 проектов. Площадь Лицкевича, сквер имени Панфилова, городской сад, старозагородная роща и территория вдоль улицы Моторной. Отдать свой голос можно только за один проект. Я хочу участвовать в выборе сквера в городе Омске на улице Моторная. Потому что это мне очень интересно. И я хочу там же проводить свое свободное время и отдыхать. Потому что там есть зона для спорта, также есть для детей площадки, также там есть много зелени и достаточно лавочек, чтобы можно было хорошо провести свое время. В Телеграме тем временем появился чат-бот, который поможет Омичам с выбором дизайн-проектов для общественных пространств. Его название вы сейчас видите на экранах. Сервис показывает все представленные идеи, чтобы Омичам было легче высказать свое мнение. Голосование продлится до 30 мая. Отдать голос можно на сайте 55.городсреда.ру. После определят победителей, затем подрядчиков. Ну а большой ремонт начнется следующей весной. В Омске стартует фестиваль «Золотая маска». Сегодня в Омском театре драмы пройдет пресс-конференция, посвященная его открытию. Участие в ней примут губернатор Александр Бурков, министр культуры Юрий Трофимов, генеральный директор национальной премии Мария Ревякина, руководство Омского драматического театра и другие спикеры. Ну а уже завтра Омичи увидят первый спектакль программы «Страсти по фоме». Его автор, известный омским театралом, режиссер Евгений Марчелли. 25 и 26 мая на сцене Пятого театра зрители ждет преступление и наказание. Это один из самых ярких спектаклей в афише. Режиссер постановки знаменитый Константин Богомолов. 27 и 28 числа Омичам покажут балет «По ту сторону греха» в исполнении артистов театра Бориса Эйфмана. Но завершится фестиваль 7 июня спектаклем «Льва Додина, братья Карамазовы». В Омске вручили награды спортсменам, завоевавшим бронзовые медали на всероссийском турнире по слэш-хоккею. Для детской команды «Ла Аладья» это соревнование стало первым в истории на межрегиональном уровне. Несмотря на это, им удалось обыграть казанский Акбар с пензенские крылья мечты и войти в тройку лучших. Поздравить призеров во дворце спорта имени Кожельникова собрались не только болельщики и родственники, но и знаковые для омского хоккея личности Евгений Шастин и Евгений Корнаухов. Омский слэш-хоккей ждет развития. Планируется выстроить систему из трех команд – детской, юношеской и взрослой. В состав детской слэш-хоккейной команды у нас 9 человек. Взрослая команда у нас на постоянной основе 7 человек, но есть желающие, есть потенциал. Из-за того, что у нас недостаточно материально-технической базы, нам не хватает саней и клюшек, поэтому мы не можем принять всех желающих. Вообще желающие есть, и мы делаем открытые мастер-классы, к нам приходят и пробуют, катаются, как дети, так и взрослые. Впереди новые вызовы в следующем году. На турнир в Нижний Новгород хотят отправить уже два состава, поэтому тренировки вместе со взрослыми хоккеистами не отменяют даже в праздничный день. Отмечу, слэш-хоккей – паралимпийский вид спорта, и, возможно, кто-то из этих ребят вскоре представит нашу страну на главном международном соревновании. Но все же главная цель для родителей – не награды, а улучшение здоровья спортсменов. Положительно, конечно, сказывается, это и в физике, то есть добавил, физически он стал покрепче. Конечно, нам сложно пока вот давать такие конкретные оценки, потому что еще очень маленький период премии прошел, да, но все равно уже видно, и вот и Иван Сергеевич наш говорил, и физически, и эмоционально они становятся совершенно другими. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Большой выбор теплиц со скидкой. На выставке теплиц у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность. Днем плюс 22. В районах до 16 градусов выше нуля. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу, поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. Далее на 12 канале программа «Управ.Дом». Я с вами прощаюсь до 14 часов. Продолжение следует.